друзья дорогие всем добрый день моем канале уже был эфир жены и мужья нарциссов и нарциссок был эфир и на ком они женятся за кого выходят замуж но там именно про логику выбора то есть там по уже тема а был конкретный эфир то есть кто с ними живут долго кто с ними живут годами а то и десятилетиями со стороны вам много чего казалось а потом вы поняли что это не так или кто-то из вас до относятся к этой группе лиц и давайте в этом видео как раз самую выжимку самую суть вот этого и проговорим а кто же они те люди которые именно вот в семьях живут с нарциссами нарциссками долго живут что важно ну во первых может быть просто такая ситуация что человек не знает как по-другому не знает что можно жить без абьюза что можно жить иначе свои какие-то травмы не так много опыта внушение какие-то все влияет конечно же влияет то что нарциссы нарцисски конкретно обрабатывают каждый день манипуляции газлайтинг вот это критика тут кого угодно можно выкрутить задавить конечно же влияет некая такая привычка инерция а страх вот этой вот новизны и вроде как ну терпимо же и ладно и да так бывает что вы просто правда всего можете не знать про эту историю про вот эти вот отношении да то что транслирует нарцисс или нарциска вовне и рассказывает это одна история то что происходит в реальности это другая история то как это видит партнеры и партнерша это вообще третья история поэтому не все здесь так просто давайте с вами как раз основные типажи ты разберем кто с ними долго живет и почему по каким причинам нередко да это комплекс причин комплекс факторов ну вот а да если вот так вот на типажи подразвить что это будет вот первое это так называемые заложники синдрома одного партнера одной партнерши или грубее сказать до заложники проклятия одного мужика одной бабы так это называется то есть это люди у которых просто не было опыта особо то других каких-то близких отношений это люди которые вот как вошли в эти отношения они так в них и находятся или после какого-то очень долгого тяжелого перерыва они вот вошли в эти отношения им кажется что никто больше эти функции не даст никому они больше не нужны что настолько это уникальный человек то здесь определенный конечно зашоренность у них присутствует а еще какой тип людей это может быть а это знаете такие заезженные упаханные то есть им до какого-то времени просто особо некогда было сесть и с собой честно разобраться что они живут в абьюзе что они живут какой-то совершенно неприемлемой нездоровой истории деньги зарабатывают бизнес и строят детей растят о родственниках заботятся каких-то бытовых вещах заботятся карьеру строить правда у человека куча всяких обязанностей и только наверное когда у человека вырастают дети или там какие-то кардинальные события в бизнесе на работе происходит человек такой выкраивает на себя время начинает задумываться или случайно сравнивает свои отношения с чем-то другими такой себя к стоп стоп мнением еще кажется не кажется опять не менее и то есть тогда уже начинаются какие-то осознание да кто-то после долгих лет принимает решение в пользу расставания другой тип людей вот туда всех можно отнести примерно в одну категорию идеалисты разовоочковые мечтатели выросшие в тепличных условиях не знающие жизни они правда не знают как люди могут быть жестоки как мир может быть жесток и они какое-то время живут в этой сказке потом они понимают что что-то не то но они сами себе эту сказочку из последних сил сил поддерживают как знаете да картонные декорации они уже на ветру разлетаются они их там скотчем там каким-то пластырем как-то вот степлером слепили и вот сидят вот в этом ну конечно рано или поздно кроме хотя есть те кто и до конца жизни будут вот до последнего до стоять на руинах и говорить что у них на самом деле прекрасный цветущий дворец с жар птицами а кто еще да к сожалению то есть категория людей просто жертвы по жизни очень сильно травмированные люди созависимые зависимые да такие есть не будем отрицать другой тип наоборот тираны а те кто нарциссы нарциску подмяли да по каким-то причинам есть какие-то ресурсы у них есть какой-то рычаг управления или это те же самые психопаты или это нарциссы более проявленный там допустим грандиозные или перверзники такие очень сильные скажем так они просто их подмяли да нарцисс все равно где-то чего-то пар спускает находит себе возможность но действительно за этого партнера держится и такие союзы бывают кто еще живет с нарциссами те же самые нарциссы живут бывают у них договоренность их какие-то свои пакты они нападение какое-то свое сотрудничество они как-то коннектятся они живут действительно таких пар таких союзов очень много а кто это еще может быть а это может быть человек знаете как в процессе трансформации то есть он уже не вот какой-то из этих типов он уже осознал но он пока еще до конца не понял до чего точно он созревает к чему он точно идет и у него сейчас просто период вот такой из такого скажем так активного осознания хотя да вы же не знаете всех подробностей бывает да к сожалению это некие заложники ситуации кому просто деваться некуда кит материальные проблемы какие-то юридические проблемы но опять же на коротком этапе да может быть но если это ситуация длиной в жизнь то это уже не заложник ситуации это выбор а какой еще тип а сюда же уже совсем другой тип мы скажем так мы можем присовокупить когда люди рационально осознанно понимая плюс-минус с кем живут и в каких отношениях находятся когда они делают выбор в пользу этих отношений то есть материальные выгоды какие-то другие выгоды например связанные с карьерой с возможность там проживания где-то и прочее прочее а человек с собой просто договаривается и понимаете вот таких историй кстати гораздо больше чем истории знаете такой а хронической жертвы прямо такой вот раздавленный растоптанные прочее прочее очень много людей вполне рационально видят эту ситуацию и но это их выбор это уж как говорится как им хочется как им важно так что здесь не не стоит навешивать да на таких людей там ярлык жертвы нет они знают что делают да вопрос со временем они могут разочароваться в этой стратегии да они могут о чем-то жалеть но на текущий момент это их выбор а еще какие-то могут быть ситуации могут быть просто реально психически нездоровые люди да это могут быть те кто в категории жертвы но это могут быть те кто например да там с каким-то расстройством допустим а в принципе там с а некой психиатрии даже да там скажем так на идентифицированные и очень разные могут быть примеры человек не достаточно критичен к себе у человека нет сил просто нарциссы могут это эксплуатировать могут просто для некой такой формальности поддерживать эти отношения но это маленький процент на самом деле вот из всего того что мы с вами рассмотрели видите какой диапазон богатый на самом деле и что это еще может быть а это может быть так называемая оболочка то есть отношений по факту нет нарциссу или нарцисски выгодно прикрываться тем что ты знаешь у меня есть муж или ты знаешь у меня есть жена а на самом деле это просто такое прикрытие чтобы где-то погуливать где-то образ какой-то более правильно строить а там то могут быть юридически зафиксированные отношения и уже лет 20 там живут в разных странах и у всех у каждого свои там любовники свои истории или там вообще может не быть даже зафиксированных отношений или там может быть очень такая каркасная формальная история только лишь для окружения но нарцисс преподносит для каждого круга лиц а свой какой-то вот скажем так сюжет одной и той же истории одним он или она говорит что знаешь меня муж такой гуляка мужчины так изменял я сейчас конечно на стадии какого-то прощения его но я не знаю другим она пойдет говорить ты знаешь у меня муж вообще каблук вот я там такая вся вот там до выбираю перебираю как перчатки или мужчина может говорить ты знаешь я привык всегда одновременно с несколькими женщинами жить моя жена в курсе она это терпит что меня любит там много чего разного может рассказываться но не далеко не все правда далеко не во всем этом есть логика так что что главное здесь не надо никого насильно лечить спасать глаза кому-то прям вот насильно открывать каждый человек делает свой выбор находясь на определенном этапе своей жизни если вы в этих историях видите что-то свое какой-то фонящий свой сценарий который важен для вас наметьте лучше точки какие-то себе роста развития что дальше вы с этим планируете делать что еще важно помните что еще раз говорю у вас никогда не может особенно если мы про чужих людей говорим мы не про вас говорим у вас никогда не может быть стопроцентной информации вы правда всего можете не знать это просто когда смотришь на вот эти вот все модели отношений в очередной раз убеждаешься что нарциссам доверять опасно что как бы не спешите с ярлыками не спешите с выводами там какая-то совсем другая история друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта в том числе как психолога для пары буду рада вам помочь пожалуйста можете обратиться ко мне за онлайн консультации мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч